Общественный совет при ОВД Моромске недавно созданная структура. Ее появление продиктовано потребностью в конструктивном диалоге власти с обществом. Другими словами, силовые структуры призваны отражать общественные интересы. С этой целью полиция ждет от Совета объективных оценок своей деятельности и конкретных рекомендаций по ее улучшению. В работе Общественного совета много направлений. Подчеркнул куратор местного общественного совета, член Общественного совета при региональном ОВД, главный редактор газеты «Томикс» Сергей Казаков. Я считаю, что сегодняшнее заседание Совета, на котором я присутствовал, участвовал, это образец того, как должны проходить Общественные советы в нашем регионе. Здесь обсуждались очень важные вопросы, такое живое общение, есть результаты работы, будет направлен ряд обращений к главе города Мурома с просьбой помочь, в частности, по освещению улиц, по приведению в порядок муниципальных лагерей детских для отдыха. Мы тоже эти проблемы сегодня обсуждали. Также мы хотим больше, чтобы у нас спокойно было в межнациональных отношениях. Сегодня тоже вопрос ставился. Так что я удовлетворен работой. Традиционным стало для членов Общественного совета при ОВД Муромский посещение задержанных и содержанных под арестом. После проверок общественности был сделан ремонт в изоляторе временного содержания и в настоящее время приводится в порядок помещение спецприемника. С духовной миссией приходят к заключенным и представители церкви. Ну и заключенный, это человек, когда оказался в таком положении, он и остается человеком. И к этому человеку особенно должно быть внимание со стороны церкви, со стороны правоохранительного органа, чтобы его не затоптать, а научить, обучить, чтобы больше он не оказался человеком в этом месте. В повестку дня прошедшего заседания были включены отчеты в выполнении конкретных поручений, данных ранее членами совета полицейским. В частности, был заслушан начальник КИБДД Александр Березовский, начальник отделения охраны общественного порядка Валерий Кулаков и другие. Со слов начальника ОВД Муромский, деятельность совета очень многогранна. Ну, это вопросы, связанные, которые были в дальнейшем вынесены на администрацию, вопросы, связанные с уличным освещением, вопросы режима работы, ночного освещения, освещение тех улиц, где наиболее аварийно опасных участков дороги и в других микрорайонах. Кстати, здесь эти вопросы уже согласовали с администрацией. Администрация понимает актуальность данных проблем, вопросов, и на данный момент приняты конкретные шаги. То есть, определена схема замены освещения, в первую очередь, на магистралях, ну и дальнейшая работа с целью увеличения, значит, уменьшения аварийности на дорогах. Подводя итоги встречи, муромские полицейские в очередной раз выразили свою готовность к открытому общению, которое содействовало бы укреплению общественной безопасности и правопорядка в округе Муром. Галина Воробьева, Александр Симонов, Новости 24, Муром. Субтитры создавал DimaTorzok